Радиопираты Двоеточие 3 Выходили в эфир Это были не просто радиохулиганы А прям радиопираты Они собирались в свои кинобудки И под гитару пели блатные Песни То посылной генератор То карбюратор Долго их слышали пока кондейка не закрылась Это было где-то 69-70 год Прошлого столетия Вы только представьте себе Усилитель кинап К нему подключается шарманка И выходят ребята в эфир Вот интересно Где же они антенну-то прятали В эфире радиостанция Век воли не видать Вы слушайте программу Закати солнце вручную И послушайте песню В исполнении Александра Таганского Любовь под гитару Слова самые народные Аккомпанирует Вася Дрозд Посвящаем песню Всем девушкам Алматы Вечер загорал И мы прощались По твоей шикетикла слеза Поленькие губы улыбались Голубые плакали глаза Маленькие губы улыбались Голубые плакали глаза Маленькие губы улыбались За тобой ведь бегают мальчишки За тобой ведь бегают они Ну а я один сижу в сторонке Милая ведь я люблю тебя За тобой ведь бегают мальчишки Милая ведь я люблю тебя Мы часто-часто ссоримся с тобой Маленькие губы улыбались Я вечерами прихожу домой Я фотографию беру с тоской Твои глаза смотрю Хочу понять, за что тебя люблю В твоих глазах одно лишь того нет В твоих глазах улыбка или ответ Их есть заря и их рассвет И солнца свет и весь ответ Лишь только для меня там места нет И вот пройдет, пройдет десяток лет Но в памяти останется твой след Пусть будешь ты со всеми, но и пусть будешь ты чужой женой Но в памяти останется со мной Пусть будешь ты со всеми, но и пусть будешь ты чужой женой Но в памяти останется со мной Возможно, кто-нибудь из радиохулиганов из какого-нибудь заброшенного корабля передавал Только мы пока об этом не знаем Тогда вы скажете, что радиопираты и радиохулиганы это одно и то же Так вот, тут-то и есть ошибочка Радиохулиганы это самые бескорыстные ребята на свете Есть деньги или нет Они свою шарманку включат И будут знать, что закон сегодня не на их стороне Радиопираты работали совершенно законно И на самом деле было их не очень много Ну, по сравнению с радиохулиганами, конечно И вот 27 марта 1964 года Впервые вышла в эфир радио Каролина Положившая начало золотому веку пиратского радио В Великобритании Именно на его истории основан знакомый Многим фильм Рок Волна Кто еще не видел, могут посмотреть А кто не хочет смотреть Не надо, я сейчас все и так расскажу Что было нужно радиопиратам? Деньги, деньги и еще раз инвестиции Ни один уважающий себя бизнесмен не нас денег Если проект противоречит законодательству Итак, 1963 год Ирландец О. Рахилле продюсировал Animals и Rolling Stones И он никак не мог пробиться на радио BBC Ну, не только на BBC Там еще было какое-то радио Короче, туда он тоже не пробился И О. Рахилле полагал Что собственное радио Позволит ему прославиться Вместе с другом Они собрали 300 тысяч фунтов Сколько же это на теперешние деньги? Наверное, полмиллиона это точно И подписали контракты на рекламу Вот, зафрактовали крепкую шхуну Ми-Амиго Ходившую под панамским флагом И на станции были установлены Великолепные передатчики Американского производства Которые транслировали речь Самых безумных и веселых диджеев Caroline Continental Hello, and welcome to this very first Caroline Continental programme Every week at this time We'll be sending greetings and music Especially to the many radio Caroline Listeners in your You're tuned to your number one station And that's what I wanted to tell you Before you're listening to the sounds of 65 I'm Caroline, your host Yours truly, Gary Kemp Well, I'd be more surprised if this one Didn't make it into the charts At 55 for the first time Roy Alderson Насколько я понимаю Вещание велось на средневолновом диапазоне А предприятие по выкачиванию денег Из воздуха процветало Судно встало на якорь В пяти километрах от побережья Феликстоу За пределами британских территориальных вод От первой песней Которую там Прокрутили Стала бетловская Любовь не купишь Да, такой с таким названием Любовь не купишь Да, вот так Вообще-то днём рождения пиратского радио считается 2 августа 1958 года. В этот день вышла в эфир радиостанция Меркур Она располагалась на рыболовецком судне Пришвартованном в нейтральных водах у берегов Дании И крутила рок-н-ролл Который нельзя было услышать в коммерческом эфире По той же схеме работали нидерландское радио Вероника Шведское радио Норд И другие нелегальные европейские радиостанции Именно тогда журналисты начали называть их пиратами Из расположения на кораблях Подростки обожали эти радиостанции За обилие поп-музыки и шутливый стиль ведения программ Ставим диск, не выношу тишины Так, Вапит, тот, кто не смог послушать наш воскресный радиочарф Не сходите с ума, проявите терпение Слушайте Займона в воскресенье Почему я сам ставлю запись? Когда я купался, я белку в реке увидел Я отломал кнопку от проигрывателя Давай кишлушик, мне надо отлить Это не кнопка, скорее штырёк Я спросил мистер Белка, а почему вы плывёте на спине? Вуаля Это чтобы не намочить мои орешки Я в огне! Всё, я прощаюсь Вы, наверное, ещё в школе, а может быть прогуливаете В таком случае рад за вас И музыкальная индустрия быстро признала влиятельность нового явления Ну, ещё раньше, например, менеджер Битлз Брайан Эпштейн Завалил радио Люксембург письмами Якобы от поклонников его подопечных С просьбой поставить их первый сингл Роу Мидол И в результате никому неизвестная группа Попала на 17-е место национального хит-парада С самого начала станция столкнулась с сопротивлением властей Ну и, наконец, последний вопрос в повестке дня Пиратское радио Чьё ведомство это ведёт? Моё, господин премьер-министр Что думаете делать, сэр Алистер? Они маячат у нас перед носом Но ни один из известных законов не нарушают Мы их скоро прикроем В течение года Эти станции свалка Грязные, безответственные коммерции И непристойностей Именно Оставляя решение, то вопрос в ваших умелых руках Спасибо, господин премьер-министр Каролина с трудом добилась регистрации собственного почтового ящика на острове Мен Впрочем, ничего особенного правительства поделать не могло Формально пираты не нарушали закона Хотя бы потому, что в Великобритании еще не существовало никакого законодательства, регулирующего радиовещание Американский рок-н-ролл, который придумал Алан Фрид Проник и в Англию Радио-пираты До определенного момента всегда работали законно Но потом Им начали ставить палки в колеса А откуда у них колеса? Ну ладно Рвать паруса Парус! Порвали парус! Придумывать новые правила и законы Запрещать и не разрешать Хотите продолжения и новых мульт-радиоисторий, напишите Если лень писать, ну просто поставьте лайк В память о свободных фребуссерах радиоэфира Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok